Мы сегодня гуляем по моему любимому после Холдорпа, конечно, городу в Нидерланде. Это Роттердам. Роттердам довольно сильно пострадал во время Второй мировой войны. Его практически совсем разбомбили. И потом, когда его восстанавливали, тут настроили всяких совершенно неожиданных зданий. И сейчас пойдем и посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Сегодня воскресенье, поэтому народу не очень много. Нам повезло. Это самые знаменитые, мне кажется, дома в Роттердаме кубические. Мы, кстати, в принципе, даже довольно всерьез рассматривали идею о том, чтобы купить такой дом. Потому что стоят они не так, чтобы очень дорого. Порядка 300 тысяч евро. 300, может, там 30. Ну, что совершенно сравнимо со стоимостью нашего дома. Как вам такие вот балкончики в виде бочек, что ли? А тут уже кубический дом. Так, идем смотреть на кубические дома. Я думаю, что местные жители вообще довольно сильно ненавидят туристов, потому что тут все постоянно шляются. В одном из этих домов есть музей. Вот на него указатель. Я там уже была. Сегодня, наверное, не пойду. Довольно прикольно. Еще любопытно, что эти дома, они когда продаются, они обычно продаются вместе с мебелью. Потому что, ну, естественно, она делается на заказ под вот эту странную геометрию. И тогда нет смысла ее забирать куда-либо. Смотрите направо, посмотрите налево. Это Роттертангет. Посещение музея стоит 3 евро с человека. В этот раз мы в музей не пойдем, но я вам покажу интерьеры, которые засняты для сайта по продаже недвижимости. ПОДПИШИСЬ! 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 КОНЕЦ! Еще, кажется, у некоторых из этих домиков есть такой внутренний двор на уровне второго этажа. Продолжение следует... Ну, как вам такая архитектура? Хотели бы жить в таком пространстве? Правда же, есть ощущение, что находишься не на Земле, а где-то на Марсе. Продолжение следует... Ну, и какой же голландский двор без велосипеда? Расскажи мне что-нибудь про Роттердам. Роттердам – прекрасный город. Это Иисус Христос голландских городов. Он умер, чтобы спасти всех остальных. В 1940 году, в начале Второй мировой войны, голландцы пытались сопротивляться, но Гитлер решил быстренько их убедить сдаться. И для этого бомбардировкой полностью разрушил центр Роттердама. Ну, естественно, голландцы после такого и после угроза разрушения других городов быстренько подписали капитуляцию. А сам Роттердам очень долго восстанавливался. Историческую застройку решили не повторять, а настроили вот эти вот все новые суперсовременные здания. Кстати говоря, в 2015 году по версии Академии урбанизма Роттердам стал Европейским городом года 2015. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Морской музей в Роттердаме основан был в 1874 году. Это его гавань. Их говорят, что все вот эти вот краны и прочие механизмы, они все поддерживаются в рабочем состоянии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это улица, которая находится под уровнем земли, то есть она на минус первом этаже Тянется вдоль всего Роттердама, очень прикольно можно... Ну и уж не вдоль всего Роттердама В общем, довольно далеко, по ней можно прикольно ходить, это запасная пешеходная зона А еще тут есть магазин нижнего белья Нет, ни хема Добро пожаловать в Роттердам! Город, убедивший лаздо архитектуры